Несколько месяцев назад телеведущая Ольга Фреймут ушла с вашего канала, 1.1 вернулась на новый. Но во время онлайн конференции здесь КП Ольга Фреймут сказала, цитирует, «Катченко я очень люблю, возможно мы в будущем еще поработаем вместе». Вы бы хотели еще поработать с Ольгой Фреймутом? Я Ольгу Фреймут тоже очень люблю, но она вернулась в свой дом. У нее есть целая программа, Оля, я думаю, что она должна пройти этот этап в своей жизни, а потом чего в жизни не бывает. Все возможно. А суд за ревизор все еще идет? Да. На каком он этапе? Есть ли какие-то варианты, когда он закончится? Уже несколько лет прошло. На каком, да, я сейчас точно не скажу, но он идет. Вопрос о еще одной вашей бывшей Светлане Бабаде. Которая когда-то работала в «Голосе» на плюсах. Давайте так. На плюсах. Да, бывшая в кавычке я. Да, да, да. В общем-то, да, работала когда-то в «Голосе» на плюсах. На каком этапе суд по делу Бабаде также интересует читателей? Он какой-то находится в его текущей истории с точки зрения нашей претензии, если мне не изменяет память. Там вопросы в каком-то процессуальном характере находятся. И в одном из районов Киевской области проходит уголовное расследование по поводу действий охранников. Недавно в интервью комсомолки продюсер Светлана Бабады, Нателла Крапивина, рассказала, что ее приглашали стать тренером нового сезона «Голос Краины». Ну и она отказалась. Вот интересует читателей, это вы так хотели помириться, в чем был замысел продюсеров шоу, когда они делали такое предложение Нателли Крапивина? Вы знаете, наверняка наши продюсеры все время находятся в диалоге с разными звездами и пообщаются и, возможно, узнают какие-то настроения и так далее. От социального никакого приглашения не было, могу точно сказать. Но если есть желание выдавать обычные профессиональные разговоры за некоторые действия и политическую позицию, или на этом как-то педалировать, это дело с Нателли Крапивиной. Мы официально не приглашали в Абаду, и честно вам скажу, приглашать в качестве ведущей или тренера «Голоса» не собираемся. Есть ли шанс, что Абаду в ближайшее время появится на вашем канале в качестве участницы какой-то шоу, проекта, например, в тех же танцах звучала песня Абады уже? Да, пожалуйста, если она появится в качестве участницы на одном из концертов, как выступающая, или ее песня позвучит, я не вижу в этом ничего принципального, она приглашает еще раз в качестве ведущей или какой-то участницы, я сейчас не собираюсь. От Павла пришел вопрос. Объясните, пожалуйста, ситуацию по поводу кодирования спутникового сигнала к каналам группы компании «Дим плюс один» в мае 2019 года. Изменится ли качество контента в лучшую сторону в связи с этим? Коснется ли кодирование цифрового сигнала Т2? И планируют ли плюсы запустить HD-версию вещания? Специалисты задают эти вопросы, придется долго объяснять, что такое HD-вещание. HD-вещание – это очень качественная картинка. На новых телевизорах ее много, мы технически готовы к этому вопросу. Проблема заключается только в экономической целесообразности. Мы должны понимать, какую экономическую выгоду от этого перехода мы будем иметь. Сейчас пока что мы просчитываем эту версию, хотя технически, еще раз говорю, мы практически готовы к этому шагу. Что касается кодирования спутникового сигнала, еще раз для зрителей хотел бы объяснить. Есть несколько типов приемов. Это спутник, это где-то процентов 30, наземное вещание цифровое, это тоже около 30%, кабельное и интернет-вещание. По спутниковому вещанию все каналы в стране обязаны кодировать свой сигнал, потому что наш сигнал уходит за пределы Родины. У нас есть ряд продуктов, которые мы не имеем права распространять за пределы Украины. Поэтому кодировка – это такой же неизбежный шаг, как отключение аналога. И, скорее всего, она состоится в мае месяце. Это позволит с одной стороны каналам монетизировать более качественно свой продукт, с другой стороны, соблюдать все правовые ограничения, которые у нас существуют по отношению к нашему рынку. Александр, спасибо за Ваши ответы. Если есть, Вам что добавить, что-то о новых телепроектах, новом телесезоне, пожалуйста, Вам слово. В медийную группу «Плюсов» входит не только, собственно говоря, «Димплюсов». У нас есть такие замечательные каналы, как «2 плюс 2», которые в последнее время набирают хорошую динамику благодаря линейке собственных сериалов. «Спецкору» – это выпуски новостей «Джедаи». «Джедаи» и выпуском публицистических проектов. А также канал «ТЭП», у которого замечательная линейка скетч-комов, производства в том числе «Квартала», «Реалити-шоу», которые также имеют хорошую динамику у зрителей. Есть великолепный канал «Плюс Плюс». Хотя у него нет цифровой лицензии, он популярнее аналогичного канала, у которого есть покрытие по всей стране. Во многом благодаря в том числе и своему контенту, который у него есть. «Ценаши ЦПОЕ», «Каска Статум». Мы, например, рады, что в этом году в первых классах «Ценаши ЦПОЕ» был в качестве урока во многих школах. «Один плюс один» — это медийная группа, которая охватывает много активностей в интернете. Это сайты, информационные, ТСН и УНИА, производство, диджитали и так далее. Мы компания, которая позиционирует себя не как телевизионная компания, а как медийная компания, которая производит контент, способный менять взгляды зрителей и мир к лучшему. Вот это тоже. Спасибо. Спасибо.